Дальнейшее общение Дальнейшее общение Дальнейшее общение Дальнейшее общение Отмывается средство Больше чем 3,5% Глобального ВВП Поэтому все мы понимаем Как правило Процесс отмывания денег Заканчивается трансграничными переводами денег В офшоры, чтобы их максимально хорошо Замаскировать и скрыть Тем не менее, обычно перед этим Производится несколько операций Отмывания денег внутри каждой страны Из этого следует, что В принципе, каждая страна Самостоятельная Несет ответственность За Реализацию операций Применение средств Для снижения Возможностей для отмывания денег Отмывальщики денег Как правило Любят использовать страны Где присутствуют Надежные финансовые системы В то же время Отсутствуют эффективные программы По обнаружению По борьбе с отмыванием денег Чтобы снизить Риски для себя С точки зрения Угроз национальной безопасности Мы понимаем Что это такие риски Как финансирование терроризма Организованной преступности Стимулирование коррупции Что непосредственно связано с этим И также Данные деньги Конечно же Выводятся от уплаты налогов И ведут к отрицательным социальным явлениям Таким как Рост социального расслоения С точки зрения Банковской системы Отмывание денег Приносит реальный финансовый ущерб Это штрафы Юридические расходы Затраты на восстановление репутации И более серьезные риски Такие как уголовные дела Против руководства И отзыв лицензии банков Собственно несколько примеров Там даже самые известные банки Там соседия генераль Известные имена В известных развитых странах Несут издержки От таких процессов И штрафы Весьма внушительные Которые исчисляются В миллиардах долларов Раз такая проблема существует Естественно регулятор Создает Выдвигает инициативы Для борьбы С такими процессами В России Это ряд положений От центра банка И также Инициатива По созданию Know your customer bureau Которое по идее Должно Аккумулировать Данные От различных банков Касаемо Мошеннических операций В том числе Одно из требований Это фиксация информации О устройствах Которые были использованы Для мошеннических операций И Также Коллекция Параметров Данных устройств Соответственно Да Чтобы Перейдем ближе к теме С вводных слайдов Чтобы Наиболее лучшим образом Детектировать Отмывание денег Мы должны Бороться Как можно С признаками То есть Фиксировать Отмывание денег Как можно Раньше И В настоящее время Применяются Для такой борьбы Средства Антифрода Такие средства Делятся На основные Две группы Первая группа Это транзакционный Антифрод Транзакционный Антифрод Анализирует Перемещение денег Переводы денег То есть Непосредственно Сами транзакции Но не знает Ничего Об окружении Об устройствах Которых Существляется Мошенниками Данной транзакции Второй тип Антифрода Это Сессионный Антифрод Данные Средства Анализируют Устройства С которых Был Осуществлен Доступ Формируют Уникальные Идентификаторы Данных устройств Хранят их Анализируют Поведение Пользователя Как он Держит устройство В своей руке Как он делает Свайпы Например Или как он Нажимает Клавиши Или двигает Мышь Если мы Говорим о Десктопах Также Такие Системы Соответственно Могут Анализировать Присутствие Вирусных Заражений И Большой Набор Признаков Подход Лаборатории Касперского В том числе К антифроду Именно Такой Как Антифрод Сессионный Второго Вида Это позволяет Нам Бороться Против Отмывания Денег На самых Райных Стадиях До того Как Транзакция Была Инициирована Для того Чтобы Осуществлять Такую Борьбу Решение Осуществляет Сбор Анонимной Информации О Пользователе О его Поведении Об Окружении В котором Пользователь Выполняет Доступ К Веб Приложению Либо К мобильному Приложению Данная Информация Передается В централизованный Аналитический Центр Где С помощью Технологии Машинного Обучения Анализируются На присутствие Аномалий Каких-то Подозрительных Активностей И в случае Определения Таких Активностей Нотификации Передаются Обратно В банк Где банк Может Соответствующим Обазом Среагировать И например Затормозить Либо отменить Транзакцию Это Общая Схема Подключения Нескольких Банков Централизованной Системы Каждый Банк Обладает Своими Собственными Онлайн Каналами Как правило Это Мобильное Приложение И Веб Сайт На Каждом Из Данных Каналов Устанавливается Сенсор Который При входе В приложение Или в Веб Сайт Начинает Собирать Статистику И данные О поведении Пользователя И Все остальные Параметры Статистика Передается В централизованный Центр Где анализируется И происходит Нотификация В случае Обнаружения Такая схема При подключении Нескольких Банков Позволяет Использовать Глобальную Репутацию Устройства То есть Мы можем Видеть Если Одно и то же Устройство Используется Для доступа К аккаунтам Которые Расположены В различных Банках Что Как раз Характерно Для Схем С Отмыванием Денег Для Каждого Банка Должны Быть Сформированы Правила В соответствии С которыми Идентифицируются Те или иные Индикаторы Или Аномалии Потому что Каждый Банк Он Уникален И то что Для Одного Банка Или финансового Института Является Нормальным Поведением Нормальным Состоянием Дел Для другого Может быть Подозрительной Активностью Достаточно Значительным Индикатором Какие Собираются Параметры Для Анализа Если мы Говорим О Веб Браузере То мы Собираем Для Такого Системы Антифрода Собирают Все параметры Которые Можно получить Через Браузер Это Соответственно Версия Браузера Набор Шрифтов Параметры Графической Карты Параметры Дисплея Установлены В системе Языки И так Далее Это Чуть меньше 100 Параметров В среднем Если мы Говорим О мобильном Приложении То число Параметров Сильно Зависит От Операционной Системы Андроид Позволяет Нам Собрать Максимальное Число Параметров Это число Приближается К 150 Если мы Говорим О Apple iOS То число Параметров Несколько Ниже Потому что Там Больше Ограничения На Основе Собранных Параметров Создается Так Называемый В доступе Пользователей Собственно Здесь Приведены Возможные Индикаторы Или Подозрительные Активности На основе Которых Может быть Вынесено Заключение Что в данный Момент Производится Некие Мошеннические Действия Например Быстрое Перемещение Если Сессия Была Инициирована В одной Точке Мира И Буквально Через Короткий Примежуток Времени Мы Видим Изменение Географического Положения То есть Чтобы Так Перелететь В другую Точку Мы Должны Обладать Скоростью Больше Нескольких Тысяч Километров Обычно Это Сигнализирует О том Что Был Применен Либо Доступ Через VPN Либо Доступ Через Прокси Сервер Либо Было Использовано Программное Зависечение Которое Меняет Маскирует Географическое Положение Наличие Веб Инжектов Также Значительный Индикатор Когда В страничку Могут Быть Интегрированы Поля Для Ввода Номера Кредитной Карты CVV Номер И так далее Вирусное ПО Доступ С нового Устройства Которое Пользователь Не Использовал Ранее Наличие Анонимизаторов Таких Как Тор Браузер И Множество Аккаунтов С одного Устройства Что Является Одним Из Характерных Признаков Для Отмывки Денег Надо Учитывать Что Признаками Того Что В данный Момент Производится Мошенничество Потому что Например Если Мы Видим Доступ Стор Браузера То Возможно Этот Человек Просто Перед Этим Просматривал Запрещенный Скажем У нас Линктин Вот К примеру Что Само По себе Нарушает Законодательство Но Не Является Финансовым Риском Вот Поэтому Это Может Быть Совершенно Спокойно Проигнорировано Вот Однако Если Проанализируем На наличие Одновременно Нескольких Угроз То Это Уже Серьезный Инцидент На который Возможна Реакция Определенная То есть Опять Если Мы Имеем Несколько Аномалий Или Индикаторов Мы Можем Сказать Что Мы Получили Определенный Паттерн Мошеннического Действия И Мы И Имеем Определенную Угрозу Давайте Посмотрим Как Выглядит Хороший Паттерн Хорошего Пользователя Обычно Хороший Пользователь Стабильный Пользователь Использует Одно и то же Устройство Для доступа К своим Онлайн Каналам Да В банках Это устройство Не заражено И не было Заражено Ранее Пользователь Получает Доступ со Стандартного Географического Расположения И на устройстве Присутствует Небольшое Количество Аккаунтов В принципе Если мы Например Говорим о Десктопе И этот Десктоп Обычный Компьютер Который Установлен В доме Домашний Компьютер С которого Все члены Семьи Получают Доступ В интернет Ну то есть Принцип Интернет Киоска То можно Вполне Допустить Что на этом Устройстве Будет Будет Находиться Несколько Аккаунтов Ну Скажем Разумное Число Например Пять Но если мы Видим Что С одного И того же Устройства Произведен Вход В 10 20 Аккаунтов А в некоторых Случаях Несколько Сотен Аккаунтов То это Явный Индикатор Мошеннического Действия В данном Случае Мы имеем 1-2 Аккаунта Все хорошо И в этом Случае Этот паттерн Хорошего Пользователя Пользователь Может быть Пропущен В банк Ему Могут Быть Разрешены Транзакции Теперь Давайте Рассмотрим Схему С кражей Аккаунта С левой Стороны В зеленых Тоже имеется Собственное Устройство И Собственный Аккаунт В неком Тоже Банке Цель Мошенника Перевести Деньги До Пользователя На свой Аккаунт Каким-то Образом Устройство Было Заражено Вредоносным ПО Трояном И этот Троян Служит Для Перехвата Учетных Данных Пользователя И Второго Фактора Стрелка Сверху Показывает Что эти Данные После кражи Были Перемещены На некий Сервер Мошеннический Который Установлен В интернете Который Ждет Момента Кражи После того Как он Аккаунт Получил Он Нотифицирует Мошенника Что можно Приступать К действиям Мошенник С собственного Устройства Это Устройство Новое Для Нашего Хорошего Пользователя Он Раньше С него Никогда Не Уполнял Вход Использует Средства Анонимизации Такие Как VPN Прокси Деньги С аккаунта Пользователя Если Данный Банк Данный Финансовый Институт Подключен К системе Антифрода То На мобильном Приложении В мобильном Приложении И в Веб-сайте Через который Работает Мошенник У нас Интегрированы Сенсоры Которые Собирают Информацию Об устройстве Какие Индикаторы В данном Случае Могут быть Использованы Для Определения Мошеннических Операций Наличие Средоносного ПО На стандартном Устройстве Пользователя Доступ С нового Устройства Никогда Ранее Не использовавшегося Это устройство Может также Иметь Плохую Репутацию Так как Мошенник Пользуется Обычно Одним И тем же Устройством И с этого Устройства Возможен Доступ Ко множеству Аккаунтов Еще один Индикатор Это Использование Средств Анонимизации Таким образом Мы получаем Следующий Паттерн Устройство Заражено Доступ С нового Устройства Используется Средство Анонимизации Много Аккаунтов На новом Устройстве Этот Паттерн Свидетельствует О краже Аккаунта При обнаружении Такого Инцидента Происходит Модификация В банк И банк Может заблокировать Транзакцию Либо Приостановить Ее До выяснения Обстоятельств Здесь Показана Схема Попытка Показать Схему Отмывки Денег Обычно Для нее Характерно Использование Аккаунтов Юридических Лиц Источников Денег Транзитных Юридических Лиц Возможно И физических Лиц Так называемых Дроперов Или Обнальщиков В этом Случае Мы имеем Доступ С небольшой Группы Устройств К большому Числу Аккаунтов В разных банках Пользуясь Глобальной Репутацией Мы можем Это отслеживать Потому что Наши сенсоры Будут Сенсоры Антифрода Не только наши Есть решения Разные Извините Будут Наблюдать И собирать Информацию На всех Устройствах С которых Осуществляется Доступ Пару Кейсов С помощью Сессионного Антифрода Которые Благодаря Сессионному Антифроду Были Определены Четыре банка Были подключены К системе В одном банке Были обнаружены 113 Мошеннических Аккаунтов И за счет Глобальной Репутации Устройств Было Определено Что Эти же Устройства Для доступа К другим Банкам Найдены Аккаунты Там И они Были Классифицированы По фидбэку От банков Тоже Как мошеннические В общей Сумме Это было Заблокировано Порядка 300 Различных Аккаунтов Аналогичная Схема Немного Меньше Число Аккаунтов 50 Эта схема Характерна Тем Что Помимо Доступа Со многих Устройств Было Также Определено Использование Средств Автоматизации Так называемых Ботов Для Выполнения Рутинных Банковских Операций Как Поиск Определения Наличия Проверка Баланса На счетах Источников В принципе Как завершение Могу сказать Что для Борьбы С отмыванием Денег И с онлайн Мошенничеством Лучший подход Будет Это использование Конечно Эшелонированной Защиты Использование Обеих Типов Антифрода Для Как можно Более Раннего Обнаружения Это использование Сессионного Антифрода И для Дальнейшего Анализа Это использование Транзакционного Антифрода В такой Связке Получится Максимально Хорошо Бороться С онлайн Мошенничеством Транзакционного